Днём с огнём искал глава Кабанского района Алексей Сокольников заказчиков наезда на его персону. Речь о серии сюжетов о проблемах района. Мусор на пляжах, нелегальные пивнушки, необходимости честных сооружений. Дошло даже до того, что Сокол и Сокольникова наведывались в спокойный дом-музей, о котором и вам рассказывали, и пытались найти провокаторов там. Его бы энергию в мирное русло, а точнее, на благо района. И некогда преуспевающий район, локомотив промыслового и сельского хозяйства у Бурятии, расвёл бы вновь. Но вместо этого Сокольников упорно пытается отвести от себя подозрения в бездействии и нежелании прислушаться к чаяниям людей. Более того, глава района ломанулся в диалог с АТВ через местную прессу. Вышла статья в независимой, как написано на сайте, районной газете. Громкий заголовок и искромётный лихой текст. Автор по традиции обвиняет редакцию АТВ в предвзятости и заказухе. Лирическое отступление. Мы выезжаем в районы республики по просьбам жителей, которые не могут достучаться до руководства, главпоселений, городов, районов. Чиновники не решают проблемы, но обвиняют наших журналистов в заказушности. АТВ к этому привык. Так было в Селингинском районе и сюжете про мэрское кладбище, в Кьяхтинском районе, в материале о благоустройстве сквера и во многих других. Вернёмся к нашим баранам. Для справки, это устойчивое выражение. Группа АТВ появилась в районе неожиданно. Никто её не ждал. Ладно, может быть, стиль работы у них такой. Хотя А.А. Сокольников, которого телевизионщики встретили в шестом часу вечера в нашей редакции, имел полное право отказать им в интервью. Мы, конечно, можем и так выезжать на съёмки, но всё-таки АТВ законструктив. И, кстати, мы не обязаны предупреждать кого-либо о нашем появлении. Да и сослаться на поздний час Сокольников не мог. В законе о СМИ, горячо любимом главой района, по этому поводу прямо сказано. Отказ в предоставлении запрашиваемой информации возможен, только если она содержит сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную специально охраняемую законом тайну. Неужели информация о кабанском мусоре великий секрет? Или, может, нелегальные пивнушки на берегу Байкала, коммерческая тайна района и руководства? Вот и всё. Решение, как вы понимаете, на уровне района окончательно принимает кто? Ну, глава района. Как нам стало известно, Алексей Сокольников после нескольких дней паники сделал таки верный шаг. Назначил с жителями района встречу. В эту пятницу в Новом Анхалуке обсуждают, можно ли изменить к лучшему жизнь района.